СТРАТЕГИЯ Первое. В компании должна быть стратегия. Соответственно, мы точно должны понимать, что за определенный промежуток времени мы должны с вами достигнуть тех или иных результатов. Стратегия – это в первую очередь, как мы уже и говорили, это цели, это вектор развития компании. Стратегия очень дисциплинирует любую компанию, она постоянно дает возможность сравнивать цифры в промежутках между началом и концом этой стратегии, потому что в промежутках точно так же прописываются все цифры, все элементы стратегии, куда компания идет. Вот эти контроли, которые стоят внутри, они позволяют вот этот вектор выдерживать абсолютно точно. Они позволяют не уходить в сторону, вправо или влево, постоянно ориентироваться на ту цель, на которую вы идете. Еще Аристотель справедливо заметил. Есть две вещи, которые лежат в основе любого успеха. Первое. Правильно понять смысл и цель деятельности. Второе. Выбрать действия, которые приведут к этой конечной цели. В крупномасштабном исследовании успешных компаний было установлено, что великие достижения – это результат последовательных решений, каждый из которых вытекает из предыдущего. И основа этих решений – учет фактов действительности, тщательный и честный анализ реальной ситуации и формирование видения будущих преобразований. Прежде всего я бы, наверное, вспомнил, с чего начинался вообще этот процесс, что было окружением и какая компания была в тот момент. Мы вспоминаем с вами 2011 год. В стране достаточно все было спокойно по сравнению с нынешней ситуацией. Совершенно стабильный рубль, высокая цена на нефть, достаточно неплохо работали все компании и банки, в том числе и банк ВТБ. Это все-таки было понятно, что компания не с первой десятки, что компания есть чем заниматься. И это было видно по всему – и по людям, и по офисам, и по рекламным материалам. То есть практически во всем очевидилась такая, ну не то чтобы провинциальность, но так или иначе, точно не компания-лидер. В банке ВТБ была компания страховая, которая практически не решала никаких задач внутри группы ВТБ, которая не была компанией, которая взаимодействует очень серьезно с рынком страховым. Компания, в которой не было очень серьезных целей и задач, им никто просто их никогда не ставил. И в 2011 году это изменилось. Впервые акционер поставил задачи и захотел, чтобы компания приносила большую прибыль. В предкомпании стоило две задачи – увеличить сборы компании и увеличить прибыль компании. Для этого мы выиграли конкурс по страхованию военнослужащих Министерства внутренних дел, что значительно продвинуло компанию в рейтинге страховщиков. Сборы по этому контракту за один год составили 8,5 миллиардов рублей, что на треть увеличило сборы ВТБ страхования. При этом мы не ставили задачу максимального наращивания объемов, а прежде всего ставили задачу увеличения прибыльности нашей деятельности. Точно так же эти задачи перед нами ставят наши акционеры. Именно поэтому мы свой бизнес сосредотачиваем наиболее маржинальных, наиболее прибыльных отраслях. По мнению гуру современного бизнеса, способность к изменению – это ключевой фактор, определяющий ее успех в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В ближайшем будущем самыми успешными организациями станут те, которые способны стремительно и эффективно осуществлять долгосрочные изменения всей системы. Мы смогли прежде всего проникнуть максимально во все сферы деятельности группы и вытеснить оттуда все другие компании. Прежде всего мы заняли все ниши страхового бизнеса внутри группы ВТБ. Если 5 лет назад мы были одни из многих страховых компаний, которые работали с членами группы ВТБ, то постепенно мы заняли лидирующие позиции и доказали, что мы можем работать лучше других. За счет этого мы вытеснили другие компании, и теперь мы основной партнер внутри группы. При этом мы существенно пересмотрели свое отношение к достаточно убыточному направлению в части КАСК и ОСАГО, минимизировали работу по данному направлению, работали активно как в рамках группы по дистрибуции, фактически с 2012 года мы выросли в три раза по продаже по группе. Это наши банки ВТБ-24, Банк Москвы, Лето, сейчас уже Почта, Банк, и выросли в три раза на рынке. То есть вот эти все усилия, в общем-то, фактически привели к тому, что на сегодняшний момент мы очень уверенно себя чувствуем, мы сдаем тренд, основное направление на рынке, участвуем в всех ключевых конкурсах и являемся очень надежными партнерами для большого количества наших партнеров как на рынке, так и в рамках группы. Поэтому то, что произошло за эти пять лет, это было огромное количество шагов, которые каждый один за другим приводил компанию к тому развитию, которое, собственно, мы видим сейчас. То есть мы поняли, и это стратегический шаг, что если мы не готовы играть на убыточном рынке ОСАГО и КАСКО, то мы должны найти ту нишу, где пока никто еще серьезно не работает. Основными убыточными сферами деятельности ВТБ-страхования было ДМС и авто. В ДМС, если в 1911 году мы видели убыточность на уровне 120% по портфелю, то сейчас мы имеем 98% комбинированного коэффициента. То есть ДМС наконец-то стала приносить прибыль компании. Для этого было проделано очень много работ как по чистке портфеля, так и по страховым программам, и по работе с медицинскими учреждениями. И сейчас практически компания выходит из автострахования. С точки зрения финансового результата это дало компании возможность еще больше увеличить прибыль. В рамках принятой стратегии было принято решение советам директоров компании выйти из линии бизнеса авто, что мы постепенно, целенаправленно делаем. Если говорить о стратегических результатах, то вы знаете, я часто выступаю на конференциях, и особенно последние два года, когда страны находятся в определенном кризисе, мы, наверное, единственные, кто на конференции показывает рост продаж. Причем прибыльный рост продаж. И это происходит во многом благодаря тем коробочным продуктам, которые мы выпустили. Когда я выступаю с графиком, где мы растем практически из месяца в месяц, из квартала в квартал в течение нескольких лет, это, как правило, у зала вызывает такую бурную позитивную реакцию, потому что большинство моих коллег говорит о том, что им трудно работать с партнерами, чтобы партнеры хотят слишком большую комиссию, чтобы эта покупательная способность рынка падает, из-за этого приходится кращать продажи. У нас с вами продажи растут настолько сильно, что нам даже не с кем конкурировать на рынке. По потребам к кредитам постоянно велась работа с руководством банка ВТБ-24, и благодаря усилиям правления удалось добиться снижения комиссионного вознаграждения в пользу банка, и тем самым улучшения финансового результата ВТБ-страхования от этой деятельности. Таким образом, мы достигли того, что компания достигла седьмого места по сбору страховой премии, а по прибыли занимает уверенное, твердое третье место. Кроме того, естественно, мы вышли и за пределы группы. Так как мы наработали хорошие продукты, работая внутри группы, прежде всего, в банке страхования, то мы стали работать и с другими банками, предлагать эти продукты. Работая внутри группы, мы начали продавать коробочные продукты всем клиентам группы ВТБ. Соответственно, это позволило нам соответствующие продукты начать предлагать и через других партнеров, через федеральные сети различные и через банки. Что, опять же, привело к тому, что мы увеличили и объемы, и прибыльность нашей деятельности. Ну и, конечно, нарастив объемы, нарастив мускулы, нарастив прибыльность своей деятельности, мы смогли обеспечить выход и на корпоративный рынок. Мы построили хорошую облигательную защиту рисков, и, соответственно, это позволило нам все больше и больше корпоративных клиентов привлекать группу. Результатом пятилетней деятельности стал качественный скачок в развитии компании. Сегодня это компания, которая на самом деле диктует очень серьезные правила игры на страховом рынке. Действительно, за эти пять лет компания по количеству людей выросла практически в два раза, если не больше. И нам удалось, мне кажется, сделать то, что многим не удавалось. То есть у нас сейчас вместе работают и люди, которые в компании работают уже много-много лет. Уже в левое время пришло много людей с рынка, с различных страховых компаний. Нам теперь гораздо легче понимать и сравнивать опыт различных страховщиков на рынке и брать лучшие из каждой из этих компаний и собирать информацию, куда это необходимо. Вот новая стратегия, которую мы сейчас разрабатываем, начиная с 2017 года и заканчивая 2019 годом, она нам, наверное, позволит в первую очередь точно понимать, что мы бесповоротно и окончательно стали лидерами рынка. Вот развитие наше именно в эту сторону будет направлено. Акционер поставил задачи точно такие же, как они и были. Это дивиденды, но вы видите, что рынок не такой, не настолько хорош, как он был в самом начале, там, в 2011 году. И поэтому в этом плане, в стратегии мы в этот раз определили основные направления, по которым будем развиваться. Какие это основные направления? Что мы с вами будем делать? Это абсолютно точно корпоративный бизнес. Это рыночный корпоративный бизнес, который нас всегда интересовал. И сейчас есть очень хорошие возможности, наверное, увеличить свою долю рынка. А в розничном бизнесе несколько направлений, которыми мы будем заниматься. Те коробочные продукты, которые мы продавали по имуществу, физических лиц, по несчастному случаю, будем продолжать этим заниматься, потому что это очень важная тема. Она достаточно прибыльная и маржинальная. И она вписывается в стратегию, в том числе, группы ВТБ. И, кроме всего прочего, наверное, новое, что мы больше всего будем развивать, то, что мы начали уже в 2016 году, это коробочные продукты. ДМС для физических лиц, здоровье, как мы их называем, которые будут абсолютно точно определять, наверное, на основной тренд на три года. Вот объемы их продаж будут увеличиваться, мы будем этим серьезно заниматься в дальнейшем. И для нас, для нашей компании, это будет очень важная вещь. Бизнес – это способность увидеть целостную картину, найти возможности сделать чью-то жизнь лучше, разработать гипотезы и протестировать свои предположения. Бизнес – это экспериментирование. Одни эксперименты закончатся удачно, другие – нет. Это тяжелая работа и фантастическое проявление настойчивости. То есть здесь абсолютно нет никакого конца в пути. Мы только начинаем развивать, ищем новые ниши, их будет гораздо больше. Конечно, мы пойдем к новым партнерам. И вот захват рынка через взаимодействие с партнерами, с поиском новых партнеров, я думаю, позволит нам расти и дальше, и с тем, чтобы стать, войти и в топ-5, и в топ-3, уже в ощутимом, обозримом будущем. Пять лет – достаточно большой срок, и в течение того времени у нас были и взлеты, и определенные разочарования. Так, в свое время мы очень активно развивали прямый канал продаж, открывали офисы. У нас было очень большое количество собственных продавцов и в точках наших партнеров. Но, к сожалению, в тот момент мы не смогли достигнуть поставленной задачи по эффективности. И данный проект на сегодняшний момент пересмотрен. Мы закрыли большое количество наших офисов. Но, тем не менее, мы верим в собственный канал продаж. И сейчас работаем над новым проектом, который называется «Гентология», в который мы верим и считаем, что он позволит нам поднять собственные продажи все-таки на более существенный уровень и поднять его долю в продаж ниже, чем у нас на сегодняшний момент есть. Проект «Гентология» – это попытка переосмыслить продажи физическим лицам, со стороны таких же сотрудников или свободных агентов, используя современные технологии, которые мы видим в программах, например, Uber. Это возможность подключаться к продаже, проходить очень быстрое и короткое обучение, делать покупки для себя или для своих друзей и получать короткие сроки комиссионного вознаграждения. Данная система ориентируется на возможности современных социальных сетей, интернета с элементами различных коммуникаций, с выбором того или иного объема загрузки, который может себе позволить человек совершенно различного. При этом он не обязательно должен быть профессиональным агентом, занимающим страхованием, то это возможно как качество подработки. И стратегия заключается в том, что масштабирование, которое возможно в рамках существующих коммуникаций людей, позволит нам выйти с относительно небольшими издержками на необходимый объем по данному направлению. Мы будем заниматься серьезно точно так же ДМСом и корпоративного бизнеса. У нас есть две дочерние компании, которыми мы управляем. Это ВТБ страхования жизни. И там абсолютно четко поставлены цели. Мы должны быть третьей и возможно даже второй компанией на рынке страхования жизни. И вот за три года мы должны сделать качественный и количественный рывок для того, чтобы выполнить эти задачи. Что касается компании ВТБ медицинское страхование, мы должны войти в топ-5. Мы хотим прирастать с помощью сделок МНД, то есть покупки других компаний. Мы это сейчас уже начали делать. И для нас этот рынок обязательного медицинского страхования очень важен. Если возвратиться к компании ВТБ страхования, то для нас важны еще дополнительные направления будут, в котором мы абсолютно точно понимаем, что мы будем играть очень серьезную роль. Какие это направления? Это страхование космоса, в первую очередь, то, что касается корпоративного страхования. Выдающиеся компании, которые выдержали испытания временем, существуют не просто для того, чтобы приносить прибыль. Для действительно успешной компании прибыль и поток денежных средств становятся как кровь и вода для здорового организма. Они абсолютно необходимы для жизнедеятельности, но они не являются сутью жизни. Возвращаясь к ВТБ страхования, у нас есть задача стать крупнейшей компанией и войти в топ-5 по объему бизнеса. По финансовому результату мы с вами давно достигли отметку топ-3. Вот это наша задача – остаться в этих рамках. То есть весь смысл бизнеса, любого бизнеса – это получить прибыль. И, по-моему, тот инструмент, эта система контроля, эта система мотивации, эта система планирования, бюджетирования, которая сейчас имеется в компании, позволяет это делать на постоянной основе. И благодаря этому мы всегда выполняем план по прибыли. И это дает возможность компании развиваться, платить серьезные мотивационные программы для своих сотрудников, платить дивиденды акционерам, то, собственно говоря, выполняет все то, для чего, собственно, и создается бизнес. То есть приносить прибыль. Если говорить о ВТБ страховании, то я думаю, что это будет компания-лидер абсолютно. Компания, наверное, будет очень технологичная, потому что все к этому идет. Мы сделаем и закончим основные IT-проекты в этот момент. Да, будут и другие проекты, но это уже будут проекты, которые еще больше улучшают компанию, еще больше показывают, что эта компания соответствует званию компании 21 века. Она должна быть тем примером для других страховых компаний, которые могут в эту сторону двигаться. Я абсолютно точно понимаю, что эта компания должна быть лидером в продуктовой линейке среди всех страховых компаний. А раз она лидер в продуктовой линейке, соответственно, она больше всех продает продуктов. Я думаю, что компания будет абсолютно точно лидером в корпоративном страховании, потому что точно так же все предпосылки для этого есть, особенно в инновационных вещах, таких как космос, таких как связанных с продвижением науки, каких-то передовых вещей, потому что все для этого есть, есть для этого и люди, и возможности, и те элементы, которые мы можем страховать. То есть вот в моем понимании эта компания на самом деле прогрессивная, которая работает для своих клиентов, для людей, которые живут в нашей стране.